Вести РФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Нем Сатановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Иванович, вон там смс-ка пришла. Нет, у государства денег лечить. Слушайте, у государства ни на что, что нужно людям, никогда нет денег. Представляете, как получается? У государства почему-то есть деньги на орду спиногрызов, которые не нужны никому. Ну, вся функция которых затруднение работы учителей, врачей и вообще всех тех, кто дело делает. Армада пишущих инструкцию бурундуков. Знаете, тест на беременность, две полоски, да, и ты залетел. И у бурундука две полоски, и он бурундук. И у наших чиновников. Две полоски. Две полоски. Потому что все их деятельности это знак равно. Нулю. Потому что перегонка из пушистого в зеленое и из круглого в кисломолочное, оно какое-то все не очень осознанная деятельность. Ну, понятно, что людям надо занять себя, начальство, бессмысленной деятельностью так, чтобы не было заметно, что если они завтра исчезнут, то все вздохнут облегчены и будет всем хорошо. Это понятно. Чем больше людей, которые занимаются тем и этим, тем хуже убирается мусор, тем больше производится глупых, но дорогих телодвижений, тем больше с нас сдирается денег, во всяком случае, с нас в Москве, тем меньше тратится на дело, тем больше нас уговаривают, что тратится вот прям на все, что нам до зарезу нужно. Если мы просто не понимаем своего счастья, тем и так далее, и так далее, и так далее. Вот давить жратву, санкционную, это святое. Не в Сирию голодающим детям отправить, не своим, которым плохо, с витаминами и другими полезными веществами. Еду давить, это мы умеем. А раньше такая была идея, вы конфисковали контрафактную черную икру, контрабанду, давить бульдозер. А я никогда не понимал, как можно давить еду. Может, потому, что меня в 10 лет на Пискаревское кладбище папа отвел на Майске и показал там могилы, братские могилы. 70-й год был. Немного лет прошло с тех пор, как блокада кончилась. Ну, казалось, 70-е, да, война, блокаду сняли. А на самом деле и 30 лет не прошло. Гораздо больше прошло с тех пор, в полтора раза больше до сегодняшнего дня. Я на всю жизнь, я как на Пискаревку сходил, я еду стал. Вот 10 лет мне было, я до сих пор вот чего себе взял, я тут доедаю. Я выбросить еду не могу. А эти под бульдозер. Раздайте детям, старикам, больным. Вы же конфисковали, раздайте. Социалку раздайте и голодным семьям. Не жрите это все. Чего же вы так не верите-то своим собственным чиновникам или своим собственным милиционерам? Вы думаете, они все разворуют? Да нет. А если разворуют, выгоните их. Выгоните. Нельзя делать такие вещи, когда умирают люди от голода. Да, они умирают. Когда мы разгоняем по той же серии гуманитарную помощь, вынутую из кармана страны. Мы правильно делаем. Ну, хорошо, отдайте им. Нам не надо. Ну, там же действительно люди в тяжелейших, в чудовищных условиях. Нет, мы этого не можем. Мы не будем это делать. Вот все нормальные, а мы повернуты вниз головой и многократно ударены о гранитный преступчик темечком. Создается такое ощущение. Или начальство так о нас думает всех. По этому голосованию продолжаются больные люди, больные дети. Должно ли государство лечить этих детей, заставив, отобрав из семьи, заставить их лечить? Не дать их убить, этих маленьких невинных существ, которые не могут постоять за себя. На кой мне черт государство, которое не может спасти маленького ребенка? Заметьте, за этой девочкой десятилетней бегали-то сколько? Годами. И ничего не смогли сделать. А оно государству оказалось бессильным? Да. Оно не оказалось, оно просто бессильным. Импотентно, сказал бы я, вежливой форме. Потому что если в невежливой, то я такое про него скажу. В данном конкретном случае, оно от первых лиц до последнего мелкого хомяка на районном уровне ничего не способно сделать. Значит, оно криво выстроено. Значит, оно неэффективно. Может, оно не хочет? Может, оно просто неинтересно? Жизнь ребенка на повестке дня. И вам говорят, ну мы же не можем заставить этих людей давать ему таблетки. А при советской власти могли? А могли, Евгений Александрович? Ещё раз говорю, Серёж, я свою первую корку вне штатника МВД получил за инспекцию по делам несовершеннолетних. Была построена система, которая заставляла или изымала из семей сектантов и мракобесов детей и спасала их. Потом всю эту систему назвали тиранией. И всё, у нас теперь полная свобода. У нас теперь даже принудиловки психиатрической нет. Псих, который травит всех окружающих, травит, доводит людей чуть не до самоубийства. А с ним ничего нельзя сделать. Мы же покончили с проклятым советским прошлым. Там было много негатива. А было много позитива. Ладно. Как всегда, есть несколько фанатиков, которые в результате кричат всякую глупость. Но в основном мы будем в конце этого часа подводить результаты. И я очень хотел бы, чтобы этот результат был таким, чтобы его ещё и в жизнь притворить можно было. Но, тем не менее, голосование 5-5-3-3-вести, лечение больных детей, смертельно больных детей. Понятно, не пальчик нарывает, а вот спид, туберкулёз, сифилис, господи. Да есть мало ли болезней, которые угрожают жизни ребёнка. Не лечить их, это означает болезнь общества. Есть заразные болезни. Тут вообще не о чём говорить. А есть те, от которых умрёт этот конкретный ребёнок. Его уморят. Его убьют фактически. Нельзя этого делать. Т-2. Нет, родителям виднее. Это их право. Т-3. Хоть съедят живьём. А Т-3 не лезьте в мелкотемья, занимайтесь крупными, мощными, интересными, масштабными вопросами для всей страны. Ну, например, мировую революцию. Давайте обсудим. Помните? Парагин Яич. Был период, вся страна на комсомольских и партийных собраниях мировую революцию обсуждала, да? Как в анекдоте о колхозниках. Ну, вопрос, первая повестка дня, первый вопрос вопроса мировой революции. Второй, как дожить до следующего урожая? По первому вопросу, все за мировую революцию. Переходим ко второму. Есть две хорошие новости. Одна плохая. Плохая новость. Жрать нечего, кроме навоза. Хорошие. Навозу много. И качество у него первосортное. Ну, прям здорово. Новости, да, мировой революции о том, что происходит здесь и там. Чего говорить? У нас вообще каждый канал телевизионный, как откроешь, стоит толпа народу, переругиваются одни и те же люди. Причем по всем каналам такое впечатление, что они перебегают из соседней студии в другую соседнюю. Потому что невозможно с такой скоростью сняться во всех каналах одними командами, говоря об одном и том же, одним и тем же составом. Вечный налившийся соками ковтун, который говорит, какие мы ловны собачьи на тему украинов. Якуб Карыба, который то же самое говорит с точки зрения Польши. Майкл Бум, который то же самое говорит с точки зрения Америки. Но это плюрализм, Евгений Иванович, то, что вы описываете. Это прекрасно. Кретинизм это, а не плюрализм. В чем плюрализм? Как разные мнения. Разных, по крайней мере, предстоителей. Сереж, вы спортом же занимаетесь, да? Скажите, пожалуйста, является ли спортом, если вас поставить в центр зала в качестве макевары и бить вас с ноги в плюралистическом стиле? То есть один задвинет в челюсть, другой по бубенчикам, третий по почкам, четвертый по позвоночнику, пятый под коленную чашечку. Я вам долго могу перечислять. Это плюрализм? Ну, Евгений Иванович, вы знатный софист. Какой софист? С вами, знаете, не подспоришь. Я старый мордобуец. Это тоже. Плюрализм означает, что ты можешь мне высказать, какая наша страна дрянь нехорошая, недемократичная, а я тебе в ответ могу челюсть свернуть. Ну, разве нет? Я так понимаю, судя по, например, Сергей Александрович Михеев иногда бывает по лицу, дает некоторым особо отличившимся. То есть, в принципе, есть такая функция. Ну да, за родной Катманду можно дать и по лицу. Ну, очень точно, слушайте, ну так Сережа-то, ну его просто не выдержал. Ну да. Ну сколько ж можно, но Михеев-то он же живой человек, у него терпилка кончилась. Да, так что, пожалуйста. А я просто перестал ходить на вот эти все обсуждения. Ну, потому что я уже дошел до состояния, когда я отдельно взятых товарищей рассматриваю, как плакат со стены мясомолочного магазина о разделке туши козы или коровы. Вот у него агузок, вот у него пашина. Я уже, он что-нибудь сказал, и я уже внутри себя его разобрал на составные части. Ну. Поэтому продолжаем до конца часа голосовать. Вот как-то хотелось бы все-таки, чтобы было на что сослаться, говоря с компетентными источниками. 5-5-3-3-Вести лечить или не лечить, принудительно, поперек родителей, мракобесов. И неверующих Фомы. Знаете, Фома неверующий. Не знаю, как женщину неверующую. Фомиха? Фомка? Неверующая. Вот как ее обозвать? Тоже Фома, я думаю. Да? Фома в женском роде? Конечно. Ну, зовет ее Фомка. Ну, да. 5-5-3-3-Вести. Т1 лечить. Т2. Родители сами решат, хоть и умрут эти дети. Т3. Нефиг вообще этим заниматься. Теперь. Все. Обещал рассказать Эксмо про книгу Владимира Рудольфовича о консервативной революции и непременно выполню сие. Дело в том, что сейчас начинается книжная выставка-ярмарка, на которой она будет. Издали ее хорошим таким тиражом. 20 лишним тысяч экземпляров. И, надеюсь, 23 или 27 тысяч, сейчас не помню. И, надеюсь, всем достанется. Ну, потому что Соловьев молодец, и он популярен, и книги его расходятся. Ежели не такие горячие пирожки, как детективы, которые бывают там, да? Ну, не каждый детектив таким тиражом издают. Нет. Хорошие детективы там уже и сотнями тысяч гуляют. А вон охота на изюбре латыниной аж целых 100 тысяч экземпляров издали в 90-х. Притом, заметьте, это... Мне понравилась эта книга, да, я читал. А я не читал. Я с интересом читаю и слушаю латынину. Особенно мне понравилась тема, что Челябинского метеорита не было. Это была ракета с соседнего полигона, и никакого метеорита нет и быть не может. Она, правда, уже на следующий день от этой идеи отказалась под воздействием доказательств, включая авторегистраторы, людей, которые никакую ракету не фиксировали, а фиксировали падающий метеорит, при этом сворачивали туда, куда он улетел. Что было, ну, особенно потрясающей вещью, то есть героизм нашего человека, величайшая вещь. Ну, а с другой стороны, Евгений Ильич, если уже летит, то что там, сворачивай, не сворачивай. Вы же помните, он как мерцал, это было страшно. Я помню, как он мерцал, вам может прилететь комета, вам может прилететь тунгусский метеорит, вы можете попасть в эпицентр катастрофы, свернул, вы можете попасть к кораблю пришельцев, которые вас изничтожат, может всё что угодно, просто храбрые люди. Консервативная революция подводит некоторые итоги эфиров, посвященных тому, что творится на планете сегодня, когда тема вот этой либерально-мафиозной системы, которая говорит, нет государства, есть международные структуры, которые должны получить право всё на свете с вами сделать. Вот вы не смеете границу укреплять. Какие границы в Европе оказались проницаемые для сотен тысяч и миллионов бродяг, преступников, среди которых есть беженцы? Есть. Только на этих ребят смотришь, а там не беженцев, куда больше. Я с послом Словакии говорю, мне рассказывают, в прошлом году у нас прошло через территорию страны треть населения. А что, не задерживаются там у них? В Германию идут за высокими пособиями. Да. А кто-то задерживается, так они, прошу прощения, не Словакия, а Словения это было. Так ведь богатая страна, югославская, христианская страна не хочет Словении принимать у себя албанцев. У неё пример Сербии из Косова вот прям сильно болит. У неё есть ситуация войны в Югославии, которой им это не нужно. А как они границу сокроют? Через них прут, снесут всё. А ты их пальцем не трожь, не арестовывай, ты им обязан помочь, ты их обязан зарегистрировать, ты обязан, обязан, обязан. Почему я обязан, говорят венгры? И Европа так удивляется. Дикие люди. Дети степей и уральских гор, мадьяры. Чего, они не обязаны расселять у себя? А почему? Ну, потому что мы мадьяры, говорит. Их начальник. Есть логика, да, в этом? Ну, потому что мадьярырсарк называется «Моя страна». Улица в Будапеште не пкё старше шаг. И поэтому, если красивая девушка, то, конечно, ей найдётся место. Найдёшь? Ну, кишлянька всегда найдётся место в Венгрии, да и везде найдётся. Если, ну, ребёнок какой-то бесхозный, ну, мы ж тоже люди. А и здоровые ломят толпа. Негров, арабов. Вот они откуда? Афганцев? Хосаваров? Кто это? Почему в моей Венгрии должно быть? Такое количество албанцев, говорит этот человек, последний раз было, когда турки к нам пришли завоёвывать. Битва за Эгер, да? Помните книгу Гёзы Гордоне, книгу «Звёзды Эгера», замечательная была книга. Вот тогда албанцы пришли в турецкой армии, янычарами. И мы их выкинули вместе с турками. А теперь опять. Здрасте. 550 лет прошло, они уже здесь. Но уже с современными мобильниками, с маршрутами. А Венгриш, ребят, ты жестокий, мордобойцы ещё те. Не хотим. Трамп. Поперёк элиты. Не важно, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. Миллионер, миллиардер, жена вообще тоже из Словении, Иванка. Дочка Иванка, вот точнее, с мужем евреем. Но не важно, они неправильные люди. А жена вообще снималась в плейбое Милане. Ну хорошо. Ей все эти фотки нашли голую Клинтон Хиллари, которая там в институтские годы. Просто в качестве не девочки, которой заработать надо было в Штатах, а глубоко плейгёрл, есть такой термин, в рамках американской элиты. Они же любили там так сниматься. От мамы Барака Хусейна Обамы и Хиллари до фрау Меркель. Надо сказать, мерзкое зрелище в юности голая фрау Меркель абсолютно с подружками. Куртуазный человек. Куртуазный, все сети забиты. Да, да. Тут ведь какая сексуальная ориентация такая и свобода всего на свете. Производит неприятное зрелище, честно говоря. Потому что отвязанные ребята. И вот эти отвязанные ребята, состарившись, они напоролись на то, что их это и развлекухи, которые для страны уже опасны. Да они задолбали. Видите ли, Обаме нужны избиратели. Избиратель он готов со всего мира понабрать плюё на то, террористы, не террористы. Трамп говорит, ну давайте мы вообще-то проверять будем. Давайте мы для начала проверим там четыре мусульманские страны, где основной терроризм. Нет. Почему? Ну почему? После 11 сентября. Нет. Что за чертовщина? И в этом плане то же самое в Германии. Я тут посмотрел у Владимира Владимировича Сергеенко недавний митинг с фрау Меркель. Свист, Гоголь, крики Меркель-Раус. Свист пытается оркестр углушить. Класс. Прям советские традиции. Меркель не дают советские традиции на свист ответить автоматной очереди. Под оркестр может быть. Меркель слова не дает сказать, потому что тебя зачем ставили канцлером, а ты что натворила? Все в гости к нам. А, нас пригласила Меркель. И миллион людей. Банц! Изнасилование, грабежи, спекуляции, расселение по тихим сельским общинам. Ну, понятно, да? И вот вам, вы живете, живете, а вам начальство приезжает, говорит, значит так, ребят, на вашу улицу разнарядка, у нас будет барак бомжей. Мы не хотим барак бомжей, у нас коттеджный поселок. Надо. Почему надо? Потому что толерантность, европейские ценности. Да пойдите к дьяволу с вашими европейскими ценностями, слабо говорят немецкие пансионеры, своими слабыми голосами. И единственное, получается, спасение от этой шпаны, это страшное, Евгений Иванович, выбор, единственное спасение, прокатить ее на выборах. Русская мафия. Нет, а нельзя на выборах прокатить ее? У меня, слушайте, тоже заморочен голову, у меня есть знакомый, который давно живет в Германии. У него морда нордическая абсолютно. Вот он прямо прусак прусаком, хотя из Биробиджана. Ну, наполовину русский, наполовину еврей. Я уж не знаю, по какой линии он весь такой, но они все живут в Германии, там его дети выросли. И на них так косились, особенно на сына. Ну, уж понятно, русская это же мафия, а там богатый пригород, биллефельда, врачи, адвокаты. А потом пришли арабы и негры, и начались грабежи, и вламываются в квартиру к пенсионерам. И кого-то побили, а с кем-то совсем глухо изнасилование. И тут в одной из таких историй, на рефлексе, его сын спортивный, у которого свой автосервис, догнал и задержал такого архара. Ну, скрутил просто, ну, потому что мальчик из России, лось здоровый, быстрый, догнал, скрутил, задержал. Ну, история умолчивает, набил морду, не набил морду. Господи, их на руках носят все эти немецкие теперь пенсионеры, потому что есть кому обратиться. Среди политкорректных выяснилось, что неполиткорректные, которые в этой ситуации за них заступились на рефлексе. Ну, вот, те самые, которые еще вчера были, русская мафия. А вот как-то так получилось. Очень интересное кино, на самом деле, бывает. Это, конечно, позитивный пример интеграции разных волн иммигрантов под воздействием уж совсем диковинных людей. Но, да, идет вот эта консервативная революция. Ну, не хочет народ голосовать за тех, кто обеспечит ему жизнь хуже, чем дон. Я не скажу мрачное будущее, просто отсутствие будущего и для Германии, и для Америки, и для всего на свете. Очень получается забавно. Так что книжка Владимира Рудольфовича, это чрезвычайно интересно. А теперь реклама и новости. Сергеем Корнеевским. Сергей Иванович, продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Вопрос идет своим чередом, а мы продолжаем свое. Вот, говорят, консервативная революция – это реакция или на худой конец контрреволюции. Почему? Смотрите, ну, сейчас у нас, конечно, контрреволюция в чистом виде. Но она же тоже бывает разная. Вот, например, Наполеон III – это была контрреволюция, монархизм. Империя, да? Ну, такая кривая, конечно, империя. Не Наполеон I, не Бурбоны. Апереты играют на бульварах. Масса разного всякого на тему украсть, почитайте современников, хотя бы того же Золя. Делешь земли, делешь всего на свете. Эти железнодорожные спекуляции, новориши, акции, кампании, раздутые пузыри, которые разрушаются, банкроти, орантье. Ничего не напоминает из нашей сегодняшней жизни. Но уж совершенно точно, ни революционного подъема, ни наполеоновского энтузиазма имперского. Мы очень часто говорим, вот в этот период прям все, ах, как было хорошо. Вот до революции Россия, которую мы потеряли. Горького почитайте. Алексей Максимович Пешков. Замечательная хотя бы книгу почитайте Дмитрия Быкова. Будь ли горький. Одного из самых тонких литературоведов и литературных исследователей, не критиков, а именно исследователей в русской литературе. Его книги о Горьком и Маяковском фантастически интересны. Вообще его книги о литературе, о писателях разных эпох, разных стилей. Он очень хороший исследователь, у него блестящий слог. Просто почитайте заодно о той эпохе, которую Горький описывал. Настоящий, горький, вот не ходульный, который мы в школе читали. Чего уж нам там дали почитать «Горящее сердце» Данка, «Старуха и Зергиль», нуднейший роман «Мать» вовсе не вершины его творчества. Я уже не говорю об Островском, о Салтыкове щедрене, о людях, которые писали о том, что было вокруг них. И ты это, что было вокруг них, почитаешь. Конечно, Катерина, луч света в темном царстве, все понятно. Но вообще-то становится иногда мрачновато на душе. Потому что не бывает эпохи, которые только хороша или только плоха. У нас же как? Если ты в эту эпоху, то те начальники, которые в эту эпоху, они гений. Совершенно неважно, Деогой Леонид Ильич. Или, к примеру, глубоко уважаемый, и дальше про Андропова, с прищуром и испугом. Или Михаил Сергеевич. Запад на него же молится. До сих пор? Да, конечно. А все, что он сдал, никто столько не сдавал. И даже совершенно бесплатно. На одних комплиментах. Понимаешь, когда рыбу на крючок насадил комплимент и поймал большую рыбу, а почему нет, конечно, его будут помнить вечно. Он стольких накормил. Иисус Христос так не окормлял хлебами и рыбами, как накормил всех жуликов нашей страны и вокруг нее Михаил Сергеевич Горпачев. Самыми, что ни на есть, стратегическими интересами Советского Союза. Ну, а теперь Россия. И даже, повторю, бесплатно. Его никакая ЦРУ не покупала. Нет, он так, сам отдался. Но как его хвалили при жизни? И как к нему относился народ при жизни? Особенно после сухого закона. А Борис Николаевич влюблена была интеллигенция в Ельцина. Боготворила. До какого года она была влюблена? До конца. До конца. Либеральная. А нищету простили? Яблоко не хотите посмотреть пристально? Яблоко. Партию. Они любили Ельцина? Тот самый период. В засос. Потом разлюбили. Ну, партия такая. Она себя любит. Точнее, Явлинский любит себя. Эти партии у нее никогда не бывают постоянными. И никакие не бывают постоянными. Сейчас Владимир Владимирович. Порвать за Путина. Помните, девки какие-то без мозга. Ваше высокопревосходительство. Ну, Никита Сергеевич Михалков. Все удивились. А потом прошло некоторое количество лет. Смотришь, действительно, ваше высокопревосходительство. Прямо император, император. Мягкий у нас монопартизм. Слава Богу. Ни кровожадный никакой. Там это все чушь. Все, что пришло. Какие мы там страшные. Но ведь как предугадал. А что потом напишут после? И Борис Николаевич теперь оказался и алкоголик. И такой, и сякой. Да, что-то при жизни этого не было. Со стороны тех людей, которые сейчас об этом говорят. У нас наоборот, да. В Риме говорили о покойниках либо хорошо, либо ничего. У нас все наоборот. Да уж, это точно. Так вот, на самом деле, одна эпоха переходит в другую. Не бывает ничего ниоткуда. Все люди, которые управляют нами сегодня, были в 90-х. А многие, очень многие, были и при советской власти. И они поэтому такие. Они ее, конечно, предали и от нее отказались. Ну, а если они ее предали и от нее отказались? И предыдущего своего шефа, президента Ельцина, вообще-то говоря, когда они его ругают, они же его предают. Что ж ты, если при жизни ему спинку грел, чего ты его сейчас хаешь и лыков строку ему там тянешь? И на тему того, как он пил, и на тему волонтаризма. Ты бы тогда ему это сказал, а? Нет, тогда это было страшно уже у власти. Опять же, чего они скажут про Владимира Владимировича, когда перестанут его бояться, когда уйдет с поста? Мы поживем, увидим. Ничего хорошего, это известно. Это известно. А на самом деле, 20-й век. Очень хороший период для того, чтобы проанализировать. Причем, заметьте, лично, вот за корабль кто отвечает? Капитан? Правда? Корабль затонул. Он что скажет компании, которая этот корабль снарядила и выпустила в плавание? Он зайдет и скажет, вы знаете, причин море. Кох плохо готовил. У всех настроения нет. Боцман ленился, пил. Про воину на рифы налетели. Пластыря не было поставить изнутри, зарядить. Я здесь при чем? Я что, за Боцмана буду работать? Морсовые вообще никуда не смотрели. У них прогрессирующая близорукость в рамках того, что в последнем порту рому нажрались. И у него так по каждому поводу будет ясно, что он, капитан-то, не виноват. Да? В это кто-нибудь поверит? Кто не может себе представить такую картину? За все, что происходит на борту, отвечает капитан, когда корабль тонет, капитан последний уходит с корабля в шлюпку. Последний. Ну, как минимум, обязан. Или уходит на дно вместе с кораблем. Никто не слышал это? Так вот, за все, что происходит в стране, отвечает тот, кто номер один. Премьер, президент, государь-император, неважно кто. Уважаемый товарищ Ким. Вот кто есть, тот и отвечает. Генсек. Капитан отвечает за свой корабль. Первое лицо отвечает за страну. Но никто не спорит с вами, Евгений Анатольевич, так и есть. Да? А кто по-вашему отвечает? А вот тут работает вторая поговорка. У победы много отцов, а поражение всегда сирота. Я вас уверяю. Всегда по объективным причинам не виноват я. Понимаете, не виноватая я, он сам пришел. Была такая? Фильма. Брульянтовая рука называлась. Он сам пришел, да-да. И при этом никогда не бывает все настолько хорошо или настолько плохо, как люди об этом думают или говорят. И всегда будет что-то хорошее. Десятые годы. Ну, во-первых, личных отношений. Бывает любовь даже во время войны. Люди любят друг друга, встречаются. Светлые чувства, безумное фронтовое братство, гибель за товарищей или за любимых людей, или просто за страну. Да все, что угодно. Такой взрыв светлых чувств. Наряду с самыми темными. Да, конечно. Ну, хорошо. Десятые годы XX века. Что, только русско-японская война, погромы знаменитые, погромы китайцев и евреев, и кого там только не громили, господи, прости, невинных совершенно людей. Просто потому, что царь не держит ситуацию, да и держать не хочет, пусть громят парс, пусть. Но как развивается экономика, но какое потрясающее архитектурное возрождение, что такое русский модерн, но какое искусство. Но как работают историки и археологи, какие породы скота и прочих зверушек разводят, и как Россия начинает переть, 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 опираясь на последние 4-5 десятилетий в рамках экономики. И какие договоры заключает тот же знаменитый, но не реализованный Санкт-Петербургский договор с англичанами о разделе Персии, Тибета и Афганистана. Все в раз был, но ведь это было. А теперь уж извините меня, погода пода. Продолжим. 5533-800-903-170-63-63. У нас голосование идет Т1-Т2-Т3. Евгений Иванович, ну и поехали дальше. Десятые годы. Революция. Война. Первая мировая. Страшная. И при этом понимание и надежда на то, что все будет хорошо. Царя сверли. Ура. Наконец-то система поменялась. Наконец-то можно будет построить нормальную страну. Оптимизм гигантский. В феврале. А потом правительство оказалось ни к чему негодным. И наступил октябрь. А потом выяснилось, что не работает военный коммунизм. И гражданская война вовсю, вовсю. И так далее, и так далее, и так далее. Но огромный выброс ярких, талантливых людей из России по всему миру. Страшная трагедия для России. И, слава богу, уцелели для этих людей. Ну, потому что уцелели. Живьем уехали. И заодно сохранили то, что могли делать. Откуда возник и телевизор, и вертолет, и много чего другого. Не в России возникли, точно. Возникли. Двадцатые годы. Голодуха, бандитизм. Короткий всплеск НЭПа, про который вспоминают до сего дня. Нежелание и неумение все это претворить в жизнь. Колоссальный позитив и оптимизм интеллигенции. Вот, мы наш новый мир построим. Созданы те самые военная разведка и много чего другого, что в огромной мере страну сохранило в войну и перед войной. Действительно, да, гигантская страна, но в конце врагов и плюс, и минус. И бешеная кровь гражданской войны, и крестьяне получили землю. Согласитесь, они же тогда ее получили. Тридцатые. Раскулачивание. Индустриализация. Ваня Набаловичова террора. Большая волна. По сравнению с ней, Соловки и строительство Беломорканала, детский лепет. Тридцатые-то годы перемесили. Страшно. А индустриализация, это промышленная база, без которой ничем не было потом. При этом на Западе катастрофа, Великая депрессия. Этим и воспользовались. Немцев, американских притащили строить заводы. Построили заводы, их сгнобили. Тут все нормально. Заводы или немцев, американцев? Заводы, заводы. Они строили и их потом и в ГУЛАГ. А как? Ну, а что они, немцы и американцы? А они были при этом гражданами Германии. Кого это волновало? Я достал еще в 70-х, 80-х годах детей этих американцев, которых не выпускали. При том, что они родились в Америке, были американскими гражданами. У меня был знакомый, у которого была гениальная формулировка отсутствия близких родственников. У меня был отец американский военный атташе, дипломат. Мама была американка. Она была коммунистка. Она притащила своих детей. В ООН работала журналистом. Она их притащила сюда. Всего. До перестройки. Сырковые. Война. Вот ничего страшнее в истории страны не было. Десятки миллионов погибших. И победы. Ничего более радостного, чем день победы, мой папа покойный придумать не мог. Вот просто это был самый счастливый день его жизни. Вот так. Ну, потом дальше было все разное. Всякое. И для кого атомный проект, получение союзом атомной бомбы, было гарантией выживания, а для кого крышкой гроба? Ну, победа-то была. Половина Восточной Европы оказалась в руках Советского Союза. И это значит, война, немедленная война отодвинулась. Пятидесятые. Репрессии. Последние годы Сталина. Страшные. А потом Сталин умер. На грани. Перед тем, как закрутить гайки так, что уже вообще мало кого бы осталось подбивать результаты. Потому что молодой правитель, в расцвете лет правитель и старый правитель. Это три очень большие разницы. А при царях это было? При генсеках или сегодня? А какая разница? Все повторяется. В возрастной ситуации очень. Устает человек. Разочаровывается человек. Продают его много. Отвечает он. Устает от интриги. Устает от всего. От того, что каждый, кто к нему пришел, чего-нибудь от него хочет. Ведь это так, если ты правитель. Или почти всегда так. И оттепель. Выпустили из лагерей. 20 съезд. Что-то правду сказали. Надежда на то, что, может быть, перестанет этот маховик калечить людей. 60-е. Хрущев, Брежнев. Что-то хорошее. В космос ушли. Еще одна дата, которая, ну, в этот момент, вот в этот день, первый полет человека в космос. Но это было не как день победы, конечно. Ну, с днем победы вообще ничего не сравнится. Но у нас за 20-й век было вот четыре такие даты. Четыре, вы насчитали? Февраль, когда император отрекся. Эйфория была фантасмагорическая. Май 45-го года. День победы. Апрель 61-го, насколько я помню. Полет Гагарина. И август 91-го. Провал ГКЧП. Эйфория была невероятная. Это же никто не собирался в союз-то разгадать. Да нет, просто вот возникла какая-то группа людей, ну, мурлом-мурлом. Похоже, что лицо, чем садятся на крыльцо. И они хотели явно чего-то плохого. И никто не знает, чем это кончится. А раз, и они протрухали, и даже без большой крови исчезли. А кто знал, что потом будет? Четыре дня было. Эйфория абсолютная. Ну, теперь мы наш новый мир построим, и все будет хорошо. А-а-а, фигушки. Все будет хорошо. И распад союза потом был. Но в 60-е годы Гагарин, космос, оптимизм, перестройка. Молодежь пишет замечательные книги. Наука поднимается невероятно. 70-е. Успокоились. Это хорошо. Застой? Это плохо. Успокоились и перестали, наконец-то, дергаться каждые 5 секунд. И вроде остался в 60-х новочеркасский расстрел. Ну, какая-то стабильность пошла. Дома, квартиры для людей. В 80-е. По инерции развивается все то, что заложили в 70-е, в науке. И это даже очень неплохо. И мы сверхдержава, уж точно баланс сверхдержава. А гласность. Все здорово. А подступает развал. И этого еще никто не понимает. 90-е. Распад страны. Но начали ехать за границу, увидели эту за границу. Вот где-то ты оставлен на произвол судьбы. Волки-волки. А где-то есть то, чего еще вчера не было. А все остальное на следующем эфире.